салам алейкум здравствуйте меня зовут марат сутаев и сегодня мы находимся в центре москвы в оружейном салоне арсенал и сегодня мы затронем очень актуальную тему чем отличается газоотвод от поршневой системе а поможет нам в этом сотрудник оружейного салона давид давид привет здорово дня здравствуйте это на базе каких винтовок мы будем это объяснять итак у нас тут представлены две винтовки американского производителя pov usa модель revolution в калибрах 6.5 кредмор полуавтоматы на стандартной платформе r15 изначально pov revolution выпустили самую стандартную винтовку r15 в кастом под 51 ствол под 308 калибр то есть их фишка была в том что они сделали такой конструктор под несколько калибров на одной базе который в будущем они планировали домодернизировать это стандартная r15 платформа со стандартным газоотводом то есть пороховые газы непосредственно отвозят отводятся в ствольную коробку да здесь здесь же соответственно они сначала выпустили первую модель потом обратили внимание на то что некоторые покупатели просят изменить принцип автомат работы автоматики соответственно на арт платформу можно поставить очень успешно поршневую систему хитлер кох это давно доказали в пов сделали конвершен кит который ставится на хвостаму классическую пов винтовку то есть снимается цевьё газоотводная система газ газоотводным штоком накидывается поршневая система накидывается новое цевьё с несколько увеличенным гребнем и пожалуйста у вас получается стандартный пов но с поршневой системой какая разница между этими двумя винтовками в стандартной системе газоотводной у нас пороховые газы направляются непосредственно ствольную коробку соответственно при большом настреле пороховые газы накапливаются это негативно влияет на работу автоматики поршневая же система она изолирована от ствольной коробки пороховые газы выходят вне ствольной коробки и непосредственно поршневой шток воздействует на затворную группу толкает и сейчас я кстати покажу как быстренько покажем их не все же он давит вот сюда на верхний гребень затворной рамы соответственно слушай вопрос в газоотводе точно такую же да абсолютно точно такой же только здесь и внутри будет отверстие которое будет разблокировать затворную группу и и покажем сразу конечно вот видите верхняя часть верхняя часть у них съемные то есть затворной группы абсолютно идентичная только верхняя часть съемная она просто заменяется здесь она идет сразу же в сборе но также на газоотводную версию можно поставить гребень от поршневой и никакой разницы не будет то есть запирание ствола и вся остальная часть затвора сохранились на это такой модуль который просто можно изменить заменить и тем самым изменить принцип действия самой винтов первый вопрос какие качества есть у обоих типов то есть как я понимаю в газоотводе у нас есть вероятность того что забьется газоотвод вот эта длина газоотвода может ну засориться на проставиться и плюс может очень сильно засориться коробка до того что это считает практически как мы стреляем когда одет пбс или банка простое по мегасити все идет в коробку оружие до быстро защищать почему они не начинают все так делать принцип действия газоотводной системы позволяет меньше нагружать вибрации ствольную коробку затворную группу и ствол потому что пороховые газы воздействует непосредственно на затвор который движется назад соответственно на ствол идет меньше вибрации от импульса выстрела от самого такая система газоотводная дает меньше вибрации и большую кучность чем поршневая но пов в общем-то собрали такую поршневую систему что между этими двумя винтовками разницы на в куче в общем-то нету некоторые могут спросить куда уходит газ газ который давит на поршень отсюда он выходит вот отсюда вот совершенно верно там не попадает в ствол не попадая то есть по ствола вышел давит излишки вышли совершенно верно да они дали первичный импульс поршню поршень толкнул и после этого как появилось отверстие пороховые газы вышли но первичного импульса хватило чтобы автоматика произвела перезарядку винтовки как их можно отличить вот так визуально то есть допустим я очень часто показывают как можно отличить визуально 545 и 762 и так отличить поршневую систему от газоотводной разница в цевье цевьё адаптировано под газоотводную точнее без под поршневую систему которая занимает больше места она больше габаритов и поэтому под нее верхний гребень немного увеличен по сравнению со стандартной поф революшн в газоотводной системе цевьё в пофе сделали с специальным узлом крепления на ствольную коробку чтобы вибрацию которая передается на цевьё никак не влияло на установленные какие-то внешние элементы стп не смещалась и вот эта длинная планка она общей площадью крепления очень хорошо дает закрепиться самому цевью и не дает ему сместиться при сильном ударе круто мне кажется в принципе я бы наверное выбрал больше поршневую систему почему когда нужно огромное количество делать выстрелов там в день 3-4 тысячи то мне кажется газоотвод забьется тем более если использовать не такие качественные патроны дадишь более дешевые тут согласен скажем так поршневая система она будет более стойкой к загрязнению она может больше выдержать количество выстрелов от чистки до чистки также ее проще обслуживать у вас нету длинного газоотводного штока который нужно отдельно ну чаще химии если сильное сильное загрязнение то можно каким-то специальным шомполом прочищать поршневой системы все проще передняя часть газоотвода она разборная там стоит регулятор газовый вы его разбираете и в общем-то обычными щетками для ствола вычищаются там 90 процентов она более устойчива к загрязнению ее гораздо проще обслуживать спасибо огромное спасибо и кстати если короче ролик понравился ставим лайк подписываемся и обязательно если есть какие-то вопросы задавайте в комментариях почему потому что в этом оружейном салоне напоминаю это пресненский вал 36 огромное количество оружия огромное количество прицелов мы можем все сравнить и все вам показать давид огромное спасибо так что до встречи